приветствую вас друзья приветствую на информационном портале крым онлайн с вами я его ведущая шестакова валентина сегодня мы приехали в очень крутое место мы обещали давно вам показать как обстоят дела на плата и петре сколько здесь отдыхающих и конечно же какие развлечения вы здесь можете найти именно сегодня в сентябре двадцатого года мы решили показать вам начало бархатного сезона и ну и показать конечно же разъехались люди или нет так что все увидите сами всех учащихся всех студентов и родители поздравляю с новым учебным годом всем успехов хороших оценок и конечно же побольше крутых знаний а мы поехали дальше подписывайся на наш канал ставь лайк и конечно же наблюдай путешествуй вместе с нами первая локация которая встретит вас на плата это конечно же 1 смотровая площадка которая находится за моей спиной оттуда получается изумительные фотографии кстати насчет фотографии смотрите их потом нашем инстаграме а также переходите на карточку айпетре на нашем информационном портале крым онлайн в разделе достопримечательности отсюда открывается просто шикарный вид здесь вас встретят очень много зазывал который будет приглашать вас всякие кафешки ресторанчики отведать крымских деликатесов так что если вы ни разу не пробовали крымский лагман или крымский плов то вам обязательно туда надо зайти отсюда прекрасный вид открывается назад именно туда сейчас мы направляемся и скоро вам все покажем с высоты птичьего полета если вы хотите прекрасные фотографии то конечно же надо приезжать так чтобы не было облаков но на самом деле мне кажется что эти облака только украшают несмотря на то что ялта не видно вид отсюда превосходный а мы поехали дальше дальше будет больше а и друзья мы уже приехали на плата айпетри там где вам более знакомые места за моей спиной находится зубцы айпетри и мы уже находимся на стоянке кстати первая отметка эта стоянка здесь платная 50 рублей час или 200 рублей без ограничения а вы поехали дальше посмотрим что здесь есть из развязать развлечений и достопримечательностей ну что навстречу приключениям мы только мы только-только начали отходить от парковки сразу к нам подошли два представителя активного отдыха первый представитель сказал мне что можно покататься на лошадях я же обещала вам рассказать о том чем можно здесь заняться так что прогулка на лошадях стоимость полчаса 500 рублей час 1000 рублей в сопровождении скажем так инструктора экскурсовода и конечно же предложили прогулку на джипах не на джипах на квадроциклах на квадроциклах стоимость тоже вот 500 рублей зависимости от того сколько времени вы будете кататься ну и конечно же от маршрута потому что везут разные места и здесь по месту покататься ну и конечно же в очень крутое место большой каньон крыма мы кстати туда поедем скоро наверно побываем пишите нам интересно вам посмотреть такие места или нет продолжаем нашу прогулочку как обещала сейчас покажу сколько же людей на и петре потому что это один из самых популярных курортов крыма самая узнаваемая гора кстати высота ее 1234 метра поэтому очень легко запомнить кто не мог запомнить сейчас посмотрим сколько людей смотрите ослики на которых можно покататься вот так вот такие холёсенькие столько зазывал и на квадроциклы и на джип туры и на лошадей на лошадях покататься вообще супер вход на канатную дорогу на посадку это уже на канатную дорогу когда вы обратно едете вниз вам сюда здесь как всегда очень много заречка очень много предложений по местным убираться желающим травам травы чай и разные изделия из кожи смотрите какие классные изделия тут разные есть котята тапочки он грудь кому не хватает груди вечером пощупать так сказать крымские сладости разные судите кого ассортимент чтобы вы понимали это все очередь на канатную дорогу смотрите вот 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 и аж туда она уходит на посадку вы представляете какой сегодня был поток на и петре посетителей туристов может даже местных если вот такая вот огромная очередь обалдеть как видите с айпетре ничего не видно ничего приезжайте почаще крым и я думаю что вам повезет с погодой увидите ялту как на ладони здесь поставили специально этот прибор для того чтобы смотреть вот такая вот сегодня погодка но несмотря на это видите очень много людей кафешки заполненные пробуют крымскую кухню как видите на и петре есть чем заняться на плата очень много развлечений очень много разных киосков кафешек которые с радостью встречает вас и предлагает разные услуги хочу сказать что на данный момент стоимость канатной дороги составляет для взрослого 400 рублей для детей 250 работа это на нижняя станция с 9 до 17 а верхняя станция с 9 до 18 так что пользуйтесь путешествуйте а мы сейчас пройдемся немножко дальше пройдем вот туда вам наверное не видно потому что уже все затянуло хотим вам показать зубцы заменитые зубцы айпетре конечно же пройтись по вот этим подвесным мостам это одна из самых распространенных одно из самых распространенных развлечений на и петре и конечно же спустимся мы вниз по троллее по-моему троллея называется она как раз сейчас шумит немножко так что все расскажем покажем как сейчас буду добираться наверх как же я буду идти по мосту сколько же это все стоит ну и конечно же сколько желающих посетить такие развлечения потому что не все любители экстрима многие не очень хотят экстремально проводить отдых а хотят больше просто бы путешествовать так что все расскажу и покажу вам смотрите есть выражение ежик в тумане а есть вот такие вот здравствуйте подскажите сколько ваши услуги стоит девушка просто снимаю про услуги которые есть на айпетре а сколько стоит понятно короче очень интересно товар есть а цены нет ну уточняйте уже тогда сами наверно пишите в комментариях что же вам сказали за цену объявили для взрослого и детей потому что цена разная и и не оглашают наверное в зависимости от того с каким телефоном подходишь и по какой и какая она тебе одежка такая цена ладно поехали дальше вот наш вход впереди нас начинается тропа который ведет к зубцам пойдем на протяжении всего времени то что я здесь нахожусь по громкоговорителю объявляет такое объявление что если вы хотите на кратной дороге приехаться или вниз или вверх то вы обязательно должны одеть маску без маски к сожалению сейчас туда не пускают поэтому если вы соберетесь приехать на айпетре на канатной дороге то учтите с собой нужно взять маску пойдем дальше смотреть что нас ждет впереди мы уже практически дошли до конца вот оттуда мы пришли и вот туда поднимаемся как видите уже видно флаг уже видно разные развлечения так что мы на правильном пути и уже осталось совсем немножко что хочется сказать это первое то что дорога очень тяжелая каменистая и поэтому одевайте закрытые обувь чтобы не повредить пальчики надо вот себя беречь и конечно же одевать удобную обувь и одежду а мы пойдем посмотрим какие развлечения есть ну мы уже знаем какие развлечения есть посмотрим сколько стоит и конечно же воспользуемся всеми услугами мы уже наверху в принципе сейчас будем занимать очередь для того чтобы пройти сначала а а и Субтитры сделал DimaTorzok А потом спуститься на троллеи Сейчас покажу вам, какие счастливые люди Вот такие вот троллеи, специальное оборудование И вот туда, смотрите, уходят в облака Я думаю, что я получу максимальное удовольствие от этого спуска Потому что вот так спускаться в облака, это супер ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, мы уже спустились снизу, зубцов Ай-Петри, знаменитых зубцов Что хочу сказать, прошлись по мосту Стоимость такого приключения стоит 700 рублей с человека И, конечно же, проехались вниз по троллее Стоимость полторы тысячи рублей Мы покажем подробно, как мы это сделали Я даже немножко застряла, и мне пришлось эвакуировать в срочном порядке Поэтому вот так вот Сейчас идем смотреть одну из пещер Сейчас посмотрим, какая работает Все расскажем, покажем вам Расскажем историю этой пещеры Ну и, конечно же, покажем, сколько она стоит Сколько стоит посещение Ну и какие еще пещеры есть Так что оставайтесь вместе с нами Смотрите это видео до конца и ставьте нам лайки И на канал подписывайтесь еще И на канал подписывайтесь, да Если вы еще этого не сделали Мы уже дошли до пещер Сейчас пойдем смотреть одну из них Под названием Ялтинская Есть еще пещера под названием Геофизическая Она находится в той стороне И, кстати, еще одна есть какая-то Не помню ее название Но я думаю, что мы здесь где-то напишем, да Как называется Все три пещеры Чтобы вы смогли там сфотографировать Или где-то у вас отметить Что обязательно надо посетить В Ялте Ну и, конечно же, на Плата и Петре Вот вход в пещеру Ялтинская Там ежедневно проходят экскурсии Единственный момент Если плохая погода То, конечно, туда не пускают Потому что сама по себе пещера сырая И, как бы, делать в ней нечего Скажем так, когда там дождь Ливень Или непогода Вот здесь, кстати Вот под таким навесиком Вы будете ожидать начала экскурсии То есть, если идет экскурсия То, конечно, вы должны подождать следующую Экскурсовод, я думаю, нам сейчас все расскажет Покажет И мы все расскажем вам Пещера Ялтинская Стоимость посещения взрослый билет 300 рублей Детский с 7 до 14 200 И до 7 лет бесплатный вход Вот так вот А вот он вход Я, кстати, в этой пещере еще не была Я была в какой-то из тех пещер Мне в свое время очень понравилось Ну, сегодня посмотрим, что здесь Сейчас мы спускаемся уже внутрь Присоединимся к той экскурсии, которая только что вошла Сейчас я перестаю разговаривать Потому что там очень такое большое эхо И экскурсовод рассказывает Разные интересные моменты Если мы будем параллельно разговаривать То, конечно же, это будет не очень хорошо Так что будем больше слушать его Смотрите, какая красота Везде подсветочка есть Так что Но все равно будьте аккуратны Здесь очень холодно Прям очень Ой, смотрите, как красиво И окрашивают в разные цвета Видите, известняк Видите, здесь разная палитра цветов И коричневый, и желтый, и даже черный Известняк на самом деле, как мел Видите, белый? Врачебно вы можете заметить Вот Для развития харских пещер Нужны всего лишь два фактора Это время и вода И вот вода со временем Делать вот такую вот свирическую форму Известняку И вот приятного для наших глаз И он разокрашивает в разные цвета На самом деле, можете посмотреть вниз Известняк, он вот такой вот Обычные булыжники Не представляют никакой ценности Никакой красоты Но вот со временем Вода его обтесывает И делает такие вот метечные образования Если вы посмотрите сюда Вы увидите Группу столометров Что мы вам называем? Замок Да, это замок Здесь очень много замков Можно увидеть Но вот этот самый такой яркий Бросающийся в глаза А вот здесь вот будет Немножко уже посложнее Эту натечность Эту натечность Они уже назвали Ликом святого Если присмотритесь То видите Правую часть лица Она лучше видна Вот видите Волосы Глаз Нос Рот Даже усы Можно представить И бороды И познакомиться с духом Нашей пещеры Его защитника Как вы думаете На кого он похож Это кракончик Отведать крымских деликатесов Можно так сказать Вернулись немножко назад Там где мы уже были Возле нашей первой смотровой площадки И здесь есть куйма предложений Разнообразных Много кафешек И сейчас мы выберем Где мы покушаем Я когда сюда шла Мне очень понравилось Вот у ребят Здравствуйте Здравствуйте А что это у вас тут такое интересное? У нас есть интересный путь блюда Для вас заедут У нас есть для вас Курпа Здесь только Бульон 999 проб Посмотрите Такой новоарис Говяжий бульон Перчик Помидорчик Картош А что это такое красненькое плавает? Это вот помидорчик Помидорчики Ух ты Это у нас лагман Лагман это традиционное блюдо Для Айпетри Здесь 7 наименований овощей 18 видов восточных специй Свежайшая телятина И блюдо подается с домашней Вытянутую вручную лапшой Сами готовите? Ну конечно сами На густоту его можно проверить Чуть не легко Смотрите Ложка стоит Это не спецэффекты Дорогие гости Посмотрите какая красота вас ожидает В тарелке Здесь есть секретные ингредиенты Которые мы привозим С далекого востока Дорогие гости А это у нас традиционный плов Можно сказать даже Принц плов Посмотрите какая красота Готовится по традиционному способу Запах просто божественный С узбекского риса Лазер дорогие гости С чесночком Также есть огромное количество шашлыка Есть 6 видов тибуреков Сарма Монты Можете погрузиться в атмосферу Крымских татар В наших двух залах Справа Слева Как удобно Ух ты еще два зала На выбор Два зала На ваш выбор Два зимних Два летних Да Давайте попробуем И здесь так тепло Класс Это наша печка Заманчивое предложение В холодный день Так А цены тогда можно будет Цены приемлемые 250 рублей 400 грамм порция Плов, шурпа Лагма А все по одной цене Да Все по одной цене А и вот есть меню еще Вот посмотрите По меню Шашлыки Все в принципе Прозрачные открыты Вот так вот Кафе наше Бадем называется Бадем Из татарского Перевод Миндаль Ух ты Вот такое вот кафе Ой Миндаль Высказан Холодные закуски Салаты Первые Вторые блюда Блюда на мангале Гарниры Мучные блюда Ну Самое основное Наверное Царь Это вот Вот эти вот блюда Ну Я вам рекомендую Знаете как сделать Дорогие гости Вы пройдите Присядьте на достаханчик Ага Это будет калоринка Здравствуйте Наши девочки Возьмут у вас заказик Спасибо большое Приятного аппетита Спасибо У нас есть ваше посадки Это европейский И вы можете просто Пустилить на снимечки Или же восточный Давайте Снимать опыт И ножки по себе Давайте восточный Наверное Да Все-таки это необычно Здесь присядем Давайте сюда присядем Снимаем обувь И Не нормально Попробуем Ой как Знаете Мне это напоминает Те времена Когда я приезжала На Эпетри Еще с мамой Мы тоже Пришли в такое кафе Подобное И вот мне эти диванчики Так нравились Так садишься Ножки загинаешь И чувствуется Какая-то интересная Атмосфера Да Как так правильно Сидят По желудосу Как правило То есть ножки Нужны под себя Чтобы желудок Сократился на одну треть И вы при этом Не переели Ага Вот так вот Ножки под себя Для того чтобы Желудок сокращался Да Желудок сокращался И вы Все хорошо Усвоилось Так Сейчас посмотрим Что мы попробуем Наверное Так Шурпа Это первая А лагман Шурпа Это полнобаранинь Да Шурпа Это на варисе бульон Из говядины Для приготовления Помидоры Перцы и маркет Для удобного оттомления Для дольше Тушится Чем варится То есть Если вы хотите Здесь на варисе Бульон При этом более-менее Жидкий То возьмите шурпу Лагманчик Это внизу будет Вручную вырезанная Домашняя лапша Сверху заливается Мясо овощной подливой Которую вам показывал Молодой человек Вот, да 8 именований овощей 18 видов Восточных спец В качестве мяса Говядины Наверное Я попробую лагман И вот плов Он так пах Вкусненько Смотрите Порция у нас Достаточно большая То есть 350 грамм лагман 350 грамм шурпа Возьмите Один лагман И один плов То есть На двоих Одной порции Нам вполне хватит Да? Ну Если брать первое И второе на двоих То в принципе Да Можете еще взять Салат И это будет Вот прям Выше крыши Ой, ну это много Совсем Сейчас подумаем Тогда Прошло уже Ну где-то 7 минут И мы уже Получили заказ Заказали Вот такой вот Красивейший плов Прям Запах от него Такой Я заказала Тарелочку лагмана Вот такой вот Салатик И сейчас должны Еще принести Янтык Заказали И мы заканчиваем Наше путешествие Хочу сказать о том Что мы уже покушали Очень вкусно покушали Если честно Сказать, что Было очень вкусно Это не сказать ничего На самом деле Я уже пробовала В других кафешках И янтык И плов Ну Немножко разочарована была А здесь Просто наслаждалась Каждым кусочком Я Кушала этот янтык И из него Прям сочно Такое мясо И Прям Очень вкусно Так что Я всем рекомендую Нам принесли уже счет Наш счет Обошелся на двоих человек 900 рублей Вот так вот Так что Приезжайте Кушайте Наслаждайтесь Крымскими деликатесами Прекрасным воздухом Потому что Просто спускаешься Вниз И уже Ощущение не то Дышится не так А здесь Просто кайф Немножко погодные условия Нас подводят Уже вечер Разбушевался ветер Поэтому снимаем Концовку Уже по дороге назад Что я хочу сказать Был сегодня Замечательный день Надеюсь Вам понравился Этот видеоролик Надеюсь Он вам будет полезен И когда вы Приедете на Ипетри Отдыхать Со своей семьей Вы Четко будете знать Что здесь можно делать И конечно же Какие цены Поэтому Оставайся вместе С Крым Онлайном Путешествуй вместе с нами Подписывайся на канал Если ты еще этого не сделал И конечно же Ставь лайки этому видео Кстати Заходи после этого На информационный портал В раздел Достопримечательности И посмотри Крутые фотографии Про Ипетри Ну и конечно же На инстаграм Подписывайся Да? Да-да Пока-пока Пока-пока Ждите новых выпусков До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин